Военный эксперт, волонтер Павел Нарожин с нами на связи. Павел, здравствуйте, рад приветствовать. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, Павел, в данном случае, в данной ситуации, вот буквально за несколько минут до нашего с вами общения, увидел фотографии и новость о том, что на польско-белорусской границе польские военные устанавливают противотанковую защиту в виде швейлеров, в виде бетонных ограждений. Я правильно понимаю, что это тоже один из тех сигналов, что Европейский Союз готов, точнее, готовится к любым действиям со стороны как Беларуси, так и Российской Федерации? Агрессивным действием, имея в виду. Естественно, Европа готовится противостоять возможной агрессии. И вот эти рвы, вот эти противотанковые ижи, это не единственный сигнал, гораздо более серьезный сигнал, естественно. То есть, например, это 82-я бригада американской армии находится сейчас в Румынии. 82-я бригада, это, ну я не знаю, с чем ее можно сравнить. Это та бригада, которая высаживалась, например, во время D-Day в Нормандии в 40-х годах, во время Второй мировой войны. Это та бригада, которая последняя выходила из Афганистана. Это наиболее боеспособное подразделение американской армии, ну те, которые могут там в любой момент куда угодно ударить и так далее. Поэтому, да, действительно, Евросоюз готовится отражать на своей территории возможную агрессию со стороны России, либо Беларуси. В очередь НАТО проводят учения по управлению кризисными ситуациями. Продлятся они до 15 марта. Участие принимают все страны-члены Альянса. В нынешнем году к ним присоединились еще два государства-кандидата в НАТО, это Швеция и Финляндия. Учения будут включать в себя отработку комплексных ответов на сложный гражданско-военный сценарий. Также напомню, что впервые их провели в 1992 году. Проходят эти учения уже в 23-й раз. В свою очередь мы видим увеличение финансирования ряда стран Европейского Союза, стран-членов Альянса НАТО и увеличение как раз бюджета в рамках военного оборонительного оружия. Можно ли это считать и сигналом для Российской Федерации, что соваться на территорию как минимум членов Альянса стран Европейского Союза не стоит? И подействует ли это на Москву? Я более чем уверен, что сейчас уже нет той схемы безопасности, которая была раньше, до атаки Кремля на Украину. Сейчас все очень сильно изменилось. И вот что мы видим? Украина не есть членом НАТО. Да, в Украине нет войск ни одной из страны НАТО. Были раньше инструкторы, сейчас, наверное, уже инструкторов нет никого. Но при этом Украина получает неимоверные объемы военной помощи. Конечно же, сейчас это боеприпасы, танки, артиллерия, все что угодно, но не людьми. Но я более чем уверен, что Швеция либо Финляндия, если будет подвергнута атаке со стороны Кремля, то там будут действовать уже страны НАТО. Там будут даже без оглядки на вхождение Швеции либо НАТО, формального НАТО. Я более чем уверен, что в случае атаки армия США подтянется и будет воевать уже на территории Швеции. Потому что это уже все-таки более другой формат, чем Украина. Финляндия намного меньше, Швеция намного меньше. Просто по количеству людей, по объему армии они не так боеспособны. Они очень давно уже не воевали, то есть не принимали участия ни в каких вооруженных конфликтах. Подействует ли это на Кремль? Кремль банально не способен вести войну на два фронта. Если сейчас Россия оттянет хотя бы какую-то часть из тех войск, которые находятся в Украине, фронт российский в Украине просто развалится. Они не смогут выдержать атаки со стороны Украины. Поэтому я более чем уверен, что Россия, которая там всегда любит расчехлять свое ржавое оружие, греметь им там где-то на границе, в сторону Финляндии либо Швеции, просто побоится их. В свою очередь существует еще и гроза и со стороны моря непосредственно. Принять решение о постоянном наступлении, прошу прощения, присутствии войск НАТО для защиты стран Балтии. К этому в свою очередь призвал Альянс глава Минобороны Германии. Борис Писториус пребывал с визитом в Литве. Министр также отметил, что Верховный Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе и Альянс в целом рассматривают возможность создания гибких подразделений для защиты всего восточного фланга. В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас поддержал идею постоянного присутствия немецкой бригады в стране, так как линия обороны НАТО начинается именно в этом государстве. У меня складывается такое ощущение, Павел, что спустя год после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Европейский Союз и члены Альянса НАТО всерьез начинают верить в том, что если сейчас не сдержать Россию на территории Украины и не вернуть Украине международно признанные границы, Российская Федерация не успокоится и пойдет далее. Это чем-то мне напоминает стратегию Гитлера. Помните, когда было так называемое подписание мирного договора, но Гитлер на нем не остановился и пошел еще дальше? Ну, как это, хотел бы увидеть хотя бы один договор, который выполнила Россия. То есть с этим крайне сложно, с выполнением своих обязательств у этой страны. Поэтому вот, да, действительно все очень сильно меняется. Вот если взять страны Балтии, там стоял один международный батальон, задача которого была, ну, там стояли немецкие, американские солдаты, ну, всего там порядка 300-400 солдат, возможно. Их задача была, ну, скажем прямо, героически умереть в случае атаки российской армии. То есть их был, больше символизм был там присутствия этих солдат, нежели какая-то там серьезная боевая мощь там была. А сейчас речь идет о заведении бригады. Эта бригада, она полностью боеспособна, в ней есть там артиллерия, танки, ну, это общевойсковая бригада немецкая там будет находиться. Естественно, она будет поддержана авиацией, естественно, она будет поддержана всеми абсолютно засобами, всеми средствами там морскими там и так далее. Это очень серьезный сигнал. Сейчас все страны мира прекрасно понимают, что будет, если Украина упадет. Это означает сигнал не только для России, но и для других стран диктаторских, таких как Северная Корея, таких как Иран, таких как там, будем говорить прямо, Китай, что можно взять и снести своего небольшого соседа, захватить его земли, оккупировать, и тебе за это ничего не будет. И вот сейчас все страны мира дают вот такой очень сильный сигнал, что придется отвечать, придется вот положить сотни тысяч своих солдат, придется положить свою экономику за вот эту вот, за эту атаку на соседа своего. И это не пройдет бесследно, и это никто не забудет, как вот на деле, что вот 2014 год прошел для России, как бы там какие-то небольшие санкции были введены, и все якобы тихо и спокойно. Нет, этого больше не будет, не будет повторения 2014 года. И какие сигналы мы слышим от Европы, от США? Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Тут главный момент. В войне воюют солдаты, но для войны нужны неимоверные экономические ресурсы. Боеприпасы, топливо, техника и все остальное. Мы видим, что это все уже в России заканчивается, а Украины не заканчивается. Хотя Украина в разы меньше. Почему так? Потому что экономика союзников Украины в 40-50 раз больше, чем экономика России. Экономика стран цивилизованных, она растет, а экономика российская исключительно сжимается и падает. Поэтому вот мы находимся на разных направлениях. Россия вниз, мы вверх. Несмотря на то, что да, там инфраструктура Украины страдает. Ну и стоит тут привести пример слова Александра Коваленко, тоже военного обозревателя, военного аналитика. Он сказал, что, обратите внимание, Украина, которая владеет современным оружием, в том числе и натовского образца, уже более года дает отпор и дает отпор такой, что тот первый сценарий взять Киев за три дня уже не то, что забылся, его пытаются просто удалить из всех социальных сетей. И спустя год строят оборонительное сооружение и во временно оккупированном Крыму. И мы видели всю эту панику с установкой ПВО на крышах в центре города Москва. Но не об этом. В продолжении темы Россия может еще два года продолжать войну против Украины с нынешней интенсивностью. Об этом заявил глава военной разведки Литвы Элигиус Павлавичус. Он подчеркнул, что агрессор имеет достаточные ресурсы для ведения длительных боевых действий и не отказывается от первоначального плана захвата Украины. Давайте услышим прямую речь далее. Россия оккупировала и держит под контролем одну пятую территорию Украины. Не похоже, что она потеряла решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны у России достаточно и хватит, чтобы продолжить войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет. Поэтому всесторонняя военная, политическая и экономическая помощь Украине остается жизненно необходимой. Элигиус Павлавичус, глава военной разведки Литвы. Напомню, на днях Российская Федерация атаковала Украину. Впервые массировано атаковала в 2023 году. И впервые использовавшие одновременно шесть ракет типа «Кинжал». Это те ракеты, если я не ошибаюсь, сверхзвуковые, которые систем ПВО сбить просто не могут. Можно ли это уже считать следующим этапом ведения войны Российской Федерации от безвыходности? Потому что не на фронте, я имею в виду как раз восточную часть Украины и южную часть Украины, где сейчас ведутся интенсивные боевые действия. Не Киев за три дня Российской Федерации так взять и не удалось. Ну, вот по поводу слов разведчика литовского два года. Основной ресурс, который нужен россиянам сейчас, это не ракеты. Им основной ресурс это артиллерийские снаряды. Вчера Генштаб опубликовал очень интересное сообщение о том, что на центральной части России заканчиваются артиллерийские боеприпасы. И все боеприпасы, которые россияне везут на войну в Украину, они едут из Дальнего Востока, Сибири, то есть из других частей России. Представим себе какой-то логистический ужас. Откуда-нибудь из Мурманска железной дорогой везти, скажем, 50 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов. Нужно погрузить, довезти, разгрузить и так далее. Это очень сложный логистический процесс. По самым смелым оценкам экспертов российских, даже не украинских, Россия может производить порядка 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в год. Это они могли до вторжения делать. 1 миллион в год, это означает 2,5-3 тысячи снарядов в сутки они могут производить. Ну, все могут 1 миллион на 365 поделить. Сейчас Россия стреляет 5-10 тысяч снарядов в сутки. Летом они стреляли 50-60 тысяч снарядов в сутки отстреливали. То есть количество артиллерийской войны, артиллерийских выстрелов с их стороны упало порядка в 10 раз. То есть они банально экономят боеприпасы. Вспоминать Пригожина, который там фотографировался на фоне горы трупов, который говорил, вот эти вот горы трупов, потому что нам не дали боеприпасов вовремя и так далее. Вспоминать 155-ю бригаду морской пехоты, которая на своей неофициальной канале в Телеграме напрямую жаловалась, что все наши боеприпасы отдали вагнеровцам, нам нечем стрелять. Вспоминать 136-й мотопехотный полк российский, который тоже на своей неофициальной Телеграм-канале точно такое же сообщение опубликовали, что нам не дают артиллерийских боеприпасов столько, сколько мы просим. Вот это вот основное звоночек. Вот это вот основное то, на что нужно смотреть. Кроме этого, мощь украинской артиллерии, она не в количестве выстрелов, она в точности выстрелов, в точности и дальнобойности. Россия стреляет в неимоверное количество тупых фугасов, украинцы стреляют экскалибурами. Экскалибур – это боеприпас, активный реактивный. Ну, это, по сути, ракета, которую выстреливают из пушки. Это снаряд, он вылетает, в него включаются реактивные двигатели, и она летит дальше на 40 километров. И попадает в цель с точностью 1 метр. Ну, для артиллерии это просто космическая точность. Вот по всем советским канонам, чтобы получить оценку 5 на учениях, нужно было допустить ошибку 2% на максимальной дальности. Ну, это там примерно 500 метров дальности. То есть закидывали не просто громадным количеством снарядов. Украинцы стреляют очень точно и очень далеко. В этом принципиальная разница. Поэтому ресурсов на 2 года военных у России нет. Экономические ресурсы. За 2 месяца Россия исчерпала весь свой дефицит, запланированный дефицит бюджета. Ну, есть бюджет страны, да, в нем есть планируемый дефицит. Причем, заметим себе, до этой войны бюджет у России всегда был профицитный. То есть денег было слишком много, они не знали, куда их тратить. Сейчас денег нет, то есть есть дефицит. У них прошел январь и прошел февраль, и весь запланированный дефицит бюджета они уже выбрали. То есть дальше нужно резать бюджет. То есть давайте заберем деньги там, ну, скажем, у детских садов, школ, я не знаю, у системы образования, у медицины, у пенсионеров, еще у кого-нибудь. Заберем для того, чтобы эти деньги отдать армии. Поэтому я бы сказал, что 2 года это нереалистичная оценка. Но при этом помощь Украине нужна, к сожалению. Россия заблокировала Одессу. Одесса – это наибольший наш морской порт. Это вопрос экономически-военный. То есть мы должны деблокировать Одессу для того, чтобы мы смогли экспортировать зерно. Украина – это аграрная страна. То есть мы экспортируем большое количество аграрных продуктов, и Россия нам сейчас не дает это делать, не дает кормить весь мир нашим украинским зерном. И мы будем освобождать Крым только для того, чтобы освободить наши территории, и для того, чтобы экспортировать зерно, и не только зерно. Поэтому, возвращаясь к вопросу, Россия 2 года не продержится. Она и года не продержится. А Украина продержится только потому, что мы сейчас, да, наша экономика разрушена в определенной мере. Там порядка 30% падения нашей экономики в ВВП имеется в виду. Но нам помогает весь мир. Экономика США, экономика Европы в 40-50 раз больше экономики России. Им взять, ну, скажем так, как это можно назвать, на прицеп, да, на борт взять Украину. Для них, ну, большого труда не составит абсолютно. Поэтому мы продержимся. А Россия нет. В свою очередь, ваши слова объясняют тот факт, что Российская Федерация сейчас пытается всеми возможными способами, оставшимися дипломатическими усилиями, найти, грубо говоря, спонсоров, которые будут предоставлять Российской Федерации, в том числе и вами упомянутые артиллерийские снаряды. Продолжение данной темы. Не только в снарядах дело, это очень хорошо, но до конца марта Европейский Союз обязался подготовить более 11 тысяч украинских военных, которые после этого отправятся на фронт бороться с российской агрессией. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, бойцов вооруженных сил Украины будут учить руководить танками, поставленными в Украину странами-членами НАТО. Кроме того, в рамках миссии Евросоюза до конца года будет проведена учеба для 30 тысяч украинских военных. И именно эта информация является доказательством того, что Украина не использует, как Российская Федерация, солдат в качестве пушечного мяса. Тут идет речь о точечном вооружении и о точечной учебе каждого военного, чтобы, а, он был в безопасности, б, КПД было стопроцентным. Сейчас, как вы видите развитие событий в плане того, что украинские военные становятся еще более наученными, еще более обучены по стандартам НАТО? Как вы считаете, качество в данном случае победит количество россиян? У нас подходы категорически отличаются. Как происходит формирование общевойсковой бригады в Украине? Берут существующий батальон из другой бригады. Берут обычно какой-то очень боевой батальон, который показал свою мощь, который хорошо умеет воевать и так далее. Его выводят из состава существующей бригады и делают основой новой бригады. И вокруг этого батальона формируется новая бригада. То есть очень грамотных солдат их расставляют в разные роты, разные взводы для того, чтобы разбавить тех, которые приходят новобранцы. Эти новобранцы учатся. Они учатся за рубежом. Они учатся на наших полигонах с очень грамотными инструкторами, которые прошли боевые действия, которые воевали, которые знают, как это все происходит. Стандарты НАТО – это не пустое слово. И подход НАТО очень сильно отличается от советского. Приведу простой пример. Командир взвода – это лейтенант. Но в нашей армии лейтенант не отдает приказы солдатам. Он общается с сержантом. А сержант – это такая очень сильная прокладка между офицерами и между солдатами. Он следит за выполнением приказов, которые отдает лейтенант, офицер. Он может заменить офицера в случае, если он будет ранен либо убит на поле боя. То есть он может выполнять все его абсолютно. И вот эта реформа сержантская, она нас очень сильно продвинула. Вот это вот, я не знаю, как это пояснить. В российской армии все решения принимаются где-то там на уровне полковника примерно. Ну это примерно подполковника-полковника. Это уровень командира батальона, командира бригады. А у нас решения принимаются на уровень ниже, то есть примерно на уровне лейтенанта-майора где-то так. И из-за этого мобильность, как это сказать, боеспроможность у нас намного выше в нашей армии, в самом низу. Это последствия реформ НАТО, этого обучения и этих новых бригад, которые мы создаем, они уже абсолютно новые. Наши командиры, очень большое количество этих командиров, они не видели советской школы. Яркий пример залужный, ну это главнокомандующий украинской армии, который не служил в российской, в советской армии, который не учился в советских вузах. Яркий пример, например, есть у нас такой командир 95-й, 93-й бригады, который воюет в Бахмуте. Это Павел Палиса. Он учился в Америке в том самом, высказано название вуза, самый знаменитый американский военный вуз. И когда началось широкомасштабное вторжение, он приостановил свою учебу и вернулся в Украину. И сейчас он один из ведущих командиров, который держит Бахмут. Вот такие люди у нас воюют. Это натовская подготовка, это натовское оружие, это категорически другая подготовка. Где обучаются россияне? В Белоруссии. Где, когда последний раз воевала Белоруссия? Там порядка 15 тысяч сейчас находятся на обучении. Я не могу вспомнить, когда Белорусь была в составе хотя бы миссии ООН, либо принимала участие в каких-то там больших войнах. Германия, Штаты, они воевали. В Афганистане, в Ираке. Ну то есть во всех абсолютно конфликтах они присутствовали. Категорически принципиальная разница у нас между нами и Российской Ярой. Павел, вам огромное спасибо за ваши комментарии, за очень важную беседу. Я напомню, военный эксперт и волонтер Павел Нарожный был на прямой связи с нашей студией. Павел Нарожный был на прямой связи с нашей студией.